Знаменитые музыкальные вернисажи с большим успехом проводятся в Государственном музее искусств имени Абулхана Костеева уже четвертый год. Крупнейший художественный музей страны стал единственным в Казахстане, где ежемесячно организовываются подобного рода мероприятия. И для многих алматинцев это стало приятной традицией. Идея проведения музыкальных вернисажей принадлежит директору музея Гульмире Шалабаевой. Мы поняли, что этот проект стал любимым для наших горожан. У нас даже сформировался определенный пул постоянных посетителей, которые ждут, которые знают, приходят. И вот, знаете, совмещение... У нас же не просто концерт, мы не концертная организация. Для нас это в первую очередь такой, знаете, культурный десант. Здесь мы соединили... Это синтез искусства, это изобразительное искусство, это музыкальное искусство. У нас нет подиума, у нас нет сцены, но при этом в наших залах такая великолепная акустика, которую отмечают музыканты. И потом, знаете, вот на фоне прекрасных картин возникает аура, магия, волшебство искусства. Нет необходимости в больших динамиках, в микрофонах. У нас всегда живая музыка. Вот это вот такая, знаете, аристокритическая, салонная музыка. Без электроники, всё живьём, все эмоции оголены, все чувства оголены. Сегодня в музыкальной части «Вернисажа» принимает участие концертный оркестр Акима города Алматы под управлением Мурата Серкибаева и ведущие солисты театра оперы и балета имени Абая. Аллег Татомиров – обладатель замечательного бархатного баритона. Многие сравнивают его с великим Муслимом Агамаевым. Об аллее говорят как о благородном, артистичном, харизматичном и очень талантливом певце. Наверное, поэтому его обожает любая публика, начиная от взрослых ценителей оперы, заканчивая молодыми людьми с тонким музыкальным вкусом. За плечами Елены Никоновой обширный опыт сольных выступлений в концертных залах не только Казахстана, но и России, Польши, Германии, Италии. В любимом театре Елена исполняет ведущие партии в таких спектаклях, как «Травиата», «Регалетта», «Евгения Онегин», «Мадам Баттерфляя». В прошлом сезоне готов имени Абая включил в свой репертуар одну из сложнейших опер России «Незолушка». Известно, что на всем постсоветском пространстве этот спектакль могут позволить себе не все театры. Елене и Олегу посчастливилось петь в этой опере. Розенец исполняет, почему трудно? Потому как необходима очень такая вокальная техника мелкая, то есть голос должен быть в состоянии исполнить трудные пассажи, стрели, мелкую технику. Там сложная ария, еще она в самом финале, то есть ты поешь всю оперу, а самую сложную арию надо спеть в самом финале под конец оперы. То есть должна сила остаться. Там еще такое быстрое переодевание, пока хор звучит, ты должна быстро из костюма горничной передеться в бальное платье, ты должна быстро прическу поменять, там просто секунды, и ты должен влететь и петь эту арию. Но вернемся к музыкальному вернисажу. Как выяснилось, подобный формат выступлений по душе музыкантам. По их словам, он отличается от большой сцены, и в нем есть своя прелесть. Поэтому они не впервые участвуют в этих мероприятиях. Когда ты работаешь на большой сцене и большой зал, то твое выступление должно быть крупным. Все жесты должны быть крупными, эмоции должны быть яркими, чтобы это очень хорошо было видно для зрителей в зале. А выступать именно в таком плане, на камерной сцене, это чуть по-другому. Тут, можно так сказать, каждый изгиб улыбки виден, каждый буквально взгляд, и все, 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 вот оно как на ладони, и тут все читается совсем по-другому. Прошлый наш концепт назывался «Оперный Петербург». Это был вечер русской музыки. То есть мы пели арии русских композиторов, арии из русских опер, романсы русских композиторов. Просто эту музыку не так часто исполняют, может быть, не так часто мы исполняем в оперном театре. И мы хотели как-то выразить, может быть, свою любовь, с одной стороны, к этой культуре. Вспомнить какие-то арии, которые забытые и давно не звучавшие вообще. Мне всегда вообще очень приятно и радостно просто людям, зрителям дарить ощущения, те, которые я испытываю посредством передачи произведений разных эпох, будь то классика, будь то что-то даже ретро, или там, не знаю, романсы какие-нибудь. Конечно, вот такие мероприятия нынче очень нужны. Вот по велению нашей администрации, Акимата города, мы сегодня здесь. Конечно же, очень приятно находиться в этой огромной стране. Кругом здесь живопись, красиво. И мы вот свое музыкальное искусство хотим тоже вот как-то объединять с этим искусством. Как жаль, что время нашего эфира... Как жаль, что время нашего эфира...